Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Это итоговый выпуск новостей и в ближайшие полчаса о главных событиях за неделю. Пожалуй, одним из главных героев этой недели была погода. За пять дней Алтайский край прошел путь от зимы до весны с оттепелью и дождями и обратно в зиму. Пошли в неделю мы очередным ураганом. Сильный ветер вновь оставил без электричества десятки частных домов в барнаульских поселках, научный городок и Березовка. Временно была приостановлена работа котельной и водозабора. Действовал шторм прогноз, а синоптики прогнозировали дождь, снег, гололед. Водители не справлялись, в край начали фиксировать ДТП. Метель успокоилась к среде. 6 декабря жители вновь доставали зонтики, лил дождь. В Алтайском крае на менее чем сутки ввели режим повышенной готовности. Перепад температур в середине недели составил 20 градусов. В некоторых районах края в те сутки выпал рекордный объем осадков. Лидеры по мокрым сугробам были из Миногорска, Троицкий районы и Олейск. В краевой столице с начала недели выпала половина месячной нормы. К концу недели в край пришли крепкие морозы. До середины декабря синоптики прогнозируют стабильно холодно до минус 30 градусов. В Алтайском крае увеличились случаи выявления онкологических заболеваний на более ранних стадиях. Теперь, благодаря работе центров амбулаторно-онкологической помощи в районах края, пациенты могут пройти обследование и получить лечение, не проезжая десятки километров. Как работает эта система, рассказали в центре помощи на базе Олейской ЦРБ. Валентина Томинкина – пациент центра амбулаторно-онкологической помощи в Олейске. Бороться с раком ей приходится не впервые. Это была мамология. Мне удалили грудь. И 22 года я проверялась. А сейчас, ну, 10 месяцев прошло, как я проходила рентген. И через 10 месяцев у меня нашли метастазы. И вот сейчас проверяли, где находится онкология, от чего идут эти метастазы. Валентина Михайловна уже проходит химиотерапию. Ей предстоит около 4 курсов. Лечение предоставляют в ее родном городе. По нацпроекту здравоохранения в Алтайском крае работают 4 центра амбулаторно-онкологической помощи. На базе Олейской, Славгородской, Каменской и Заринской центральных районных больниц. С открытием этого центра, что самое главное, у нас открылся дневной онкологический стационар, где мы можем проводить спецлечение. По рекомендации консилиума из онкодиспансера, те больные, которым назначена схема лечения именно на койке дневного стационара, они направляют к нам сюда, и мы здесь проводим лечение. В дневном стационаре Олейского центра три койки. Так, в 2021 году лечение получили 14 человек. В 22-м – 90, а в этом уже 140 человек. Вчера приехала из Барнаула, сегодня пришла, и сегодня уже я лежу. Мне здесь вот недалеко, минут 10-15 ходьбы, и я вот она лежу. Или бы я ездила в Барнаул, представьте. А это прям рядышком вот. Причем задача таких центров – не только лечение пациентов, но и раннее выявление злокачественных образований. Пациенты могут попасть в центр самостоятельно с жалобами по направлению участковых терапевтов и врачей из поликлиник для постановки предварительного диагноза. Но за подтверждением все же придется съездить в Алтайский краевой онкодиспансер. Там же консилиум врачей определит тактику лечения. Кстати, благодаря оснащению современным оборудованием в ЦАОПах теперь возможно использовать новые методы обследования и диагностики. Это, в первую очередь, тяжелое, дорогостоящее, высококачественное оборудование, такое, как компьютерный томограф с ангиопрограммами, с возможностью использовать сосудистые программы, цифровой флюорограф, цифровой мамограф, видеоэндоскопическая стойка для проведения исследований желудка с высокоразрешающей способностью, бронхоскоп. Есть еще куда двигаться в плане исследования эндоскопического толстой кишки. Тут с министерством отрабатываем эти вопросы. Я думаю, в ближайшее время закроем. Так, в 2022 году выявили 620 злокачественных новообразований, в том числе около 400 на первой и второй стадиях. Добавим, в настоящее время ведутся подготовительные работы по открытию Центра амбулаторной онкопомощи на площадке Краевого диагностического центра. Юлия Щепина, День с толком. В Алтайском крае растет заболеваемость коклюшем. Значительный рост фиксируется в течение последних трех месяцев. За это время только в Барнаульской больнице скорой медицинской помощи номер 2 с таким диагнозом пролечилось больше 40 пациентов. Моя коллега Юлия Щепина поговорила с главным специалистом края по инфекционным заболеваниям у детей Галины Филиповой, чтобы выяснить, с чем связан рост заболеваемости коклюшем, как отличить его от простуды и бронхита и почему мы вдруг вынуждены вспомнить о таком заболевании. Вспомнили, видимо, потому о коклюше, что регистрируется, особенно за последние три месяца, значимый рост заболеваемости. То есть, в принципе, коклюш регистрируется ежегодно, но такого количества, как в этом году, за предыдущие 4 года точно не было. Предыдущий подъем отмечался в 2019 году, но он был гораздо меньше, чем в этом. И сам по себе вирус имеет определенную циркуляцию, то есть каждые 3-4 года это закономерно идет подъем заболеваемости. И, видимо, еще имеет место иммунологическая прослойка, сколько человек вакцинировано, сколько болело коклюшной инфекцией. Это тоже дает свои плоды. Давайте напомним, что такое коклюш, каковы его симптомы и как его отличить от простуды, пневмонии или бронхита. Коклюш – это острое инфекционное заболевание, которое вызывается, в отличие от респираторных вирусов бактерий, бордотелопертусис. Оно протекает без повышения температуры, опять же, в отличие от других респираторных инфекций, и сопровождается кашлем. Никакого насморка, отделяемого из носа при коклюше нет. Это первое отличие, на которое нужно обращать внимание. Второй момент. В течение 10 дней, если ребенок кашляет, кашляет по нарастающей идет, сопровождается приступообразный кашель, сопровождается рвота, нехватка воздуха. Особенно в ночное время эти приступы усиливаются. Это повод подумать о коклюшной инфекции. То есть, в принципе, когда дети болеют, респираторная инфекция за 7 дней, они выздоравливают. В данной ситуации выздоровления ребенка не будет, он будет без температуры продолжать кашлять, и кашель этот будет идти по нарастающей. Заподозрить коклюш можно по следующим признакам. То есть, если ребенок без повышения температуры кашляет более 10 дней, кашель идет по нарастающей, не приносит никакого облегчения, в принципе, нет тенденции к уменьшению кашля, а наоборот, только эти приступы нарастают, то нужно обратиться обязательно к доктору и взять направление. ЦР-мазок можно сдать на коклюш, это достаточно информативный метод. Если кашляет уже более 3-х недель, то, конечно, нужно будет сдавать уже анализ крови на коклюшную инфекцию. Заболевания лечатся, назначаются антибактериальной терапией, потому что это бактериальная инфекция, и назначаются препараты по именно подавляющей кашле, потому что кашель непродуктивный, малопродуктивный, как правило, навязчивый. Человек устает кашлять, даже взрослые могут кашлять до 2-х месяцев, а вообще могут и до 3-х. То есть эта болезнь даже называется 100-дневный кашель. То есть это достаточно некомфортно столько времени кашлять. У детей протекает значительно тяжелее, почему мы и говорим, что эта инфекция должна профилактироваться специфически, потому что маленькие дети дают большее количество пневмоний, как осложнение данной инфекции. Они могут давать остановку дыхания в виде приступов апноэ, и могут давать судороги. И в принципе, когда столь длительный кашель, человек уже устает, у него развивается астенический синдром, то есть от этого всего. Поэтому, конечно, это достаточно нелегкое заболевание. Но взрослые болеют не тяжело, кроме кашля, пневмонии у взрослых крайне редки. Но взрослые в данной ситуации являются источником инфекции для детей. Поэтому, если в семье есть маленькие дети, то взрослым большой вопрос. Все-таки, а вакцинированы ли вы, чтобы не заразить маленького ребенка? Потому что маленькие дети, вплоть до того, что могут быть летальные исходы, болеют очень тяжело. Взрослые болеют, также просто у них не регистрируются, они не обращаются за помощью. Они кашляют и кашляют, ходят. Кашель же у них не до рвота, может быть, у взрослых чаще всего просто сухой кашель. Но ставят диагноз трахеид, и они ходят, кашляют дальше. Есть ли какие-то способы профилактики, и какие они для детей и взрослых? Способы профилактики одни. Специфическая вакцинация есть, она введена во всем мире. Идет именно вакцинация. Если мы говорим взрослые, в принципе, разболеют легко. Вопрос, надо ли вакцинировать взрослых. В данной ситуации для взрослых именно вакцинация идет для того, чтобы убрать как источник инфекции. То есть, если в семье есть маленькие дети, если женщина беременна и планируются уже тоже роды, то на третьем триместре, в принципе, в мире вакцинируются все беременные женщины от коклюшной инфекции, чтобы мама передала свои антитела, ребенку до 6 месяцев они сохраняются, и как раз вот самые тяжелые течения у коклюшной инфекции идет вот первые 6 месяцев жизни. Чтобы этого не было летальных никаких исходов и тяжелого течения коклюшной инфекции, нужно вакцинировать еще и беременных женщин, помимо того, что взрослых, как источник инфекции. Вообще часто люди любят вакцинироваться? Взрослые практически не вакцинируются от коклюша. И сейчас вакцинация, допустим, детей в 6-7 лет, в 14 лет, которая должна быть, она идет только на платной основе против коклюша. У нас в календарь прививок входит вакцинация только до 6 месяцев и ревакцинация в 18 месяцев. Идет одна ревакцинация. Мир вакцинирует каждые 7 лет, 5-7 лет детей, а взрослых раз в 10 лет. Учитывая нынешнюю эпидситуацию, многие родители уже обеспокоены и поэтому обращаются в вакцинальные центры. Сегодня в Мире отмечают День борьбы с коррупцией. За первую половину 2023 года в Алтайском крае официально выявлено 1400 правонарушений и преступлений в сфере коррупции. Такая информация представлена на сайте прокуратуры Алтайского края. Для сравнения, за весь 2022 год их было 2173. По результатам социологического исследования, проведенного в крае в этом году, жители считают, что чаще всего коррупционные преступления это попытка решить проблемы с автоинспекцией. Так ответили почти 95% респондентов. На втором месте, по мнению жителей, образовательные услуги, взятка за зачет или дипломную работу, третье место респонденты отдали ситуациям, где взяточник желает избежать призыва на военную службу. По данным полиции, наиболее подверженными коррупцией являются сферы госзакупок, деятельность органов власти и управления, строительная сфера, здравоохранение, агропромышленный комплекс, а нередко и ЖКХ. Алтайские строители разработали новый подход при создании многоквартирных домов в Барнауле. Речь идет о комплексном развитии территории. Что это значит и какие участки присмотрели в краевой столице под эти цели, смотрите в сюжете Данила Кузнецова. Проблема дефицита земель для создания многоквартирных домов в Барнауле не нова и постоянно вызывает много дискуссий. В этот раз территориальные сложности в региональной столице решили обсудить в кругу строителей. Сейчас основная идея специалистов направлена на комплексное развитие территорий. В чем комплексно развитие территории? Это строительство не только жилья, как у нас сегодня отворливается, а это будет строительство инженерных сетей, объектов дорог и объектов соцкульптуры. То есть, если сегодня у нас застройщик говорит, что я построил жилье, а дальше обязанность это муниципалитет, то здесь вопросы будут рассматриваться несколько поеду. В перспективе на 10 лет для комплексного развития подойдут район потока и участок федеральной земли на северо-западе города. Площадь этой территории 917 гектаров. На половине из них можно строить многоэтажные дома. Их в край последние пять лет возводили с феноменальным размахом. Построено и введено в эксплуатацию более 63 тысяч живых помещений общей площадью более 4,3 миллиона квадратных метров. Это больше практически на 50% чем за предыдущую пятилетку. Повышается спрос и на квадраты. За этот год жители края заключили больше 24 тысяч договоров на ипотеку на общую сумму больше 72 миллиардов рублей. Притом максимальная одна седьмая часть от этого числа кредитов пришлась на сентябрь. Осенний скачок обоснован резкими повышениями ключевой ставки. Из-за таких процентных изменений льготные меры поддержки стали особенно важны при взятии заема на жилье, утверждают в Министерстве строительства и ЖКХ края. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнаул привезли частицу вечного огня. На этой неделе в Москве на могиле неизвестного солдата состоялась ее передача краевой делегации. На протяжении долгих лет огонь памяти на Барнаульском мемориале горел лишь по праздничным датам. Но уже сегодня символ памяти о погибших воинах Великой Отечественной войны зажгли на Барнаульской земле. Теперь он будет гореть на мемориале славы круглосуточно. Моя коллега Валентина Аскерова с репортажем из Москвы. У Кремлевской стены мемориальный комплекс могила неизвестного солдата. Знаменитая на весь мир бронзовая композиция. Солдатская каска, лавровая ветвь, боевое знамя. И вечный огонь символ памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Факел от Вечного огня зажигает военнослужащий Преображенского полка. Частицу ярко-желтого пламени помещают в специальное газогорелочное устройство. Парадным шагом несут в автомобиль. Огонь помещают в специальную лампаду для безопасной и надежной транспортировки в Барнаул. На торжественной церемонии передачи частицы вечного огня присутствует алтайская делегация. Из Барнаула в Москву приехали представители власти, офицеры, почетные жители города, курсанты и школьники. Делегацию возглавляет глава краевой столицы Вячеслав Франк. Мэр почтил память погибших солдат в Великой Отечественной войне. Сегодня в Барнауле мы реконструировали мемориал, посвященный Победе, Великой Победе. И хотим частичку этого Великого Вечного Огня привезти в город Барнаул и уже зажечь там огонь. Конечно, это наша историческая память. Наши отцы и деды, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, все те, кто ковали эту победу, всем им большое-большое спасибо. Вячеслав Франк также отметил, что доставить частицу пламени с могилы неизвестного солдата предложили ветераны. Организовать доставку было непросто, но идею поддержали на всех уровнях. От общественников и ОНФ до высоких политических деятелей. На церемонии передачи Вечного Огня чувство гордости переполняло всех присутствующих. Это позволит по сути каждый год, каждый день в году, независимо от каких-то праздников, памятных дан, чтобы на нашем Барнаульском краевом мемориале славы горел вечный огонь. Когда туда могут приходить наши юнормейские отряды, наши патриотические клубы, просто жители краевой столицы всего края, чтобы отдать дань уважения, почтить память поколения победителей. Очень эмоциональное событие, трогательное, оно наполнено духом патриотизма, памяти бойцам, сибирикам, жителям Алтайского края, которые защищали уже многие десятилетия назад родину от фашистских агрессоров. Мосты зашкаливают, мне было очень приятно, что мне предоставили такую возможность побывать в Москве, побывать на данном мероприятии, разложить цветы, почтить память погибшим, солдатам, людям, вообще всем, кто оставил нашу родину в годы Великой Тестерии. В ближайшие дни вечный огонь впервые в истории. Зажгут на мемориале славы в Барнауле. До этого огонь памяти зажигали лишь в дни важных государственных праздников. Но в этом году по инициативе городских властей была проведена реконструкция по переводу мемориального комплекса сжиженного газа на природный. Благодаря этому пламя будет гореть постоянно и обретет статус вечный. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле состоялся показ уникального музыкально-драматического спектакля «Живые и мертвые» солдатами не рождаются. Его впервые показали в феврале этого года в Волгограде в день 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве. Артисты Московского театра имени Гоголя совместно с музыкантами Оркестра солиста Москвы под управлением Юрия Башмета погрузили барнаульского зрителя в атмосферу военного времени. На барнаульской премьере спектакля побывала и наша съемочная группа. Барнаульский зритель замер в ожидании спектакля «Живые и мертвые» солдатами не рождаются постановка по роману Константина Симонова «Люди готовы к размышлению» «Можно ли сохранить в себе человека на войне?» «Чего ждете?» «Хорошего спектакля хорошей игры актеров чтобы получить заряд энергии духовной». «Все-таки значимый спектакль и хотелось бы проникнуться атмосферой». «В сентябре месяце купили билеты специально пошли посмотреть». «Пощады не будет ни нам, ни к ним от нас у нас пока тишина мы уже третью неделю не штурмуем не штурмуем». Спектакль погрузил зрителя во времена Сталинградской битвы. Режиссер постановки актриса театра и кино уроженка города-героя Волгограда Полина Огуреева. На площадке коллаборация артистов театра Гоголя и камерного ансамбля солисты Москвы под управлением Юрия Башмета. Кстати, автором оригинальной музыкальной составляющей спектакля выступил композитор Валерий Воронов. Ему было предложено в общем сочинить музыку для этого спектакла. По-моему он с этим справился великолепно. В этой музыке Воронова сначала совершенно незаметно каким-то образом появляется элемент из квартета Чайковского Петря Ильича. И он потом немножко развивается и приводит нас с Полиночкой к нашему любимому произведению. И там появляется музыка Шуберта в самом конце. уже чисто видишь. Раненых всех вынесли? Всех? Всех до единого. Я лично проверил. Вы проверьте. Не он, а вы. Погласен. Это очень актуально по простой причине, что мы в такое трагическое, непростое время живем. И нам кажется, что вопросы, которые задаются в прекрасной, великой, замечательной, честной книге Симонов «Живые и мертвые», они очень коррелируются просто с нашим временем. что такое человек на войне, как сохранить человеческое на войне, можно ли это вообще сделать, какой ценой, и вообще может ли человек остаться человеком на войне. Для меня лично это очень важно. По словам режиссера, она старалась избежать бравого пафоса и уропатриотизма, умело показав именно образы живых людей того времени, с их сомнениями, страхами и размышлениями во время войны. Добавим, Барнаул стал одним из трех сибирских городов, куда в эти дни привезли премьеру живых и мертвых. Дальше спектакль представят на театральных площадках Новосибирска и Кемерово. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком. Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. В Алтайском крае прошла необычная акция. Пожелания главному зимнему волшебнику писали пассажиры пригородных поездов. Дарья Ирошина узнала, о чем просят Деда Мороза. Ежегодно отмечается Международный день написания писем Деду Морозу. Необычное объявление от проводника, но сегодня особенно актуальное. В пригородных поездах Алтайского края раздают ручки и открытки с Дедушкой Морозом, чтобы написать письмо зимнему волшебнику. Чего может пожелать каждый человек? Квартиру, машину, деньги, путешествия и где-нибудь и остаться там. А вы сами верите в новогоднее чудо? Я верю в свои силы. Стоит поработать и будет и новогоднее чудо. Такую акцию на железной дороге проводят впервые, поэтому реакция пассажиров понятна. Раннее утро, кто-то еще не проснулся, кто-то не успел включить радость, а кто-то рассчитывает на свои силы, а не волшебника. Желательно писать поздравления на открытках? Успешно. Тем не менее, новогодняя атмосфера с началом декабря начинает окутывать каждого и ребенка, и взрослого. Великий Устью к поезда не ходят, но письма туда доставят. Проводники передадут их в Алтайскую резиденцию Деда Мороза. Все пожелания написанные на открытых будут возвращаться с Торицей нашим пассажирам. Я думаю, всех ждет в будущем году крепкое здоровье, добро и благополучие. Поэтому все желания непременно сбудутся. Желала настроения хорошего, много сюрпризов, веселья, смеха детского, запаха мандаринов, подарков, благополучия всем в новом году, новогодних чудес. Просили пассажиры не только за себя и свою семью, но и за весь мир. Закончила, чтобы я сняла в 24-м году. Улучшение благосостояния нашего народа в целом, жителей края. Чтобы не было больше никаких вспышек типа вот этих эпидемий разных. И вообще, чтобы жилось всем хорошо, счастливо и не болел никто. До Нового года остается 26 дней. Этого времени достаточно, чтобы донести до Деда Мороза свои желания. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания Эвалар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok